Девушки отдыхают 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 Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стихи, стих 14, 19. Ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал им пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал в землю и скрыл церемонт господина своего. По долгому времени приходит господин рабовки и требует у них отчета. Толкование блаженный фифилак. Сказав выше, что неизвестен день второго пришествия, господь прилагает притчу эту, показывая, что он придет внезапно. Ибо подобно человеку, отходящему в путь, господь призвал рабов своих и дал им заповеди. Отходящим же называется соделавшийся для нас человеком Христос. Или потому, что вознесся на небеса, или по той причине, что долго терпит, не вдруг требует от нас, но ожидая отчета. Рабы его, те, коим верено служение, слово. Как то архиереи, иереи, то есть священники, дьяконы и все приявшие дарования духовные. Одни большие, другие меньшие, каждый по силе своей, то есть по мере веры и чистоты. Ибо какой сосуд, представляя Богу, в такой и влагает он мне дар свой. В малый сосуд и дар малый, в великий, в великий. Приявший пять талантов, тот час отошел и стал трудиться. Такова тщательность его, что он ничего не пренебрек. А тот час стал трудиться, удвояя принятый дар. Удвояет же данный ему дар тот, кто получил и два, и дар слова, или богатство, или власть, или иное какое знание и способность. Приносит пользу не себе только, но старается быть полезным и для других. Напротив, закопавший талант в землю, есть тот, кто думает об одной своей пользе, а о пользе других и не помышляет, за что он будет и осужден. Даже если увидишь даровитость и старательного человека, но дарования своих, употребляющие во зло, для своих выгод, на обманы и на предметы земные, считая его человеком, закопавшим талант свою землю, то есть предметах земных, спустя малое время приходит давший свое серебро, то есть если, или божественные слова свои, Псалом 11.7, или всякое дарование, украшающее и прославляющее человека. И комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова «служение слова». Начиная с грехопадения в раю, человек по наущению дьявола пытается улучшить, в кавычках, замысел Божий в отношении самого себя. «Подправить, сделать более совершенным Слово Божие», как в Исаии 55 глава 8-9 стих. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бог не нуждается в советниках, в корректировщиках своих слов. Раб Божий Моисей изменил четыре слова в прямом указании Божьем, погрешил языком своим, издав лишние звуки. Исхода 17 глава 6 стих. «Вот я стану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». «И сделал так Моисея в глазах старейшим израильских». И вот как это выглядело у боговица на практике, числа 20 глава, 10 стих. «И собрали Моисея и Аарон народ у скалы. И сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И Псалом 105, и 33 стихи. «И прогневали Бога, вот миривы. И Моисей потерпел за них, ибо он огорчил дух его, и он погрешил устами своими. И грозный Божий ответ сокрушил замысл Моисея найти покой и воду там и на земле». Четыре слова перевесили сорок лет верности Богу. Бог сразу же сказал ему в второзаконе 32.52 «Пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда. В землю, которую я даю сынам Израилевым, какой печалью наполнилось сердце вождя израильского». Сколько раз он мог перебирать в памяти всю грамматику и фонетику своего языка. Бог не любит, когда мы расширяем слова, веренные им. Особенно для тех, кто считается руководителем. Подобная катастрофа постигла и Саула, получившего прямое указание полностью уничтожить все, что попадет к нему в плен. «Но первый царь евреев решил подправить инструкцию данной Иеговой и сделать лучше. Лучший скот принести в жертву не чужому, но своему любимому Богу Саваофу. И Бог мгновенно отверг его, и при том навсегда, хотя тот и раскаивался». «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». «И более не виделся Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, чтобы царил Саула над Израилем». Может быть, человека спасет не знание содержания Библии, а Библия – это единственное, что называется Словом Божьим. Все остальные книги, все до единой, не имеют на себе этой печати. Все должно сверять только с бессмертной вечной Библией. Быть может, это нас не касается. И эти две потрясающие истории остались в древности. Старайтесь развивать свое воображение и мыслить Божьими категориями, его замыслами. Апостол Павел перечисляет ветхозаветные события не для того, чтобы мы просто знали историю, но для того, чтобы мы стали участниками ее. И все, что было там, это непременно будет и с нами. 1 Коринфянам 10 глава 6 стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. 1 Коринфянам 10 глава 11 стих. Все это происходило с нами, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Эти стихи должны выучить наизусть все, от патриарха до кухарки. Если человек верит, что есть Бог Всевогущий, и что Он сотворил нас, и что Он будет судить нас, и что у человека есть вечность после смерти, которую он сам обределяет сегодня, то остается только один выход. Ежесекундно сверять свою жизнь с Библией, по которой нас Бог будет судить. Там, на суде Божьем, никто никому не поможет. Даже самая близкая дружба со святыми не преобразит человека ни на шаг ко спасению на суде Божьем. Иоанна, 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 12 глава, 48 стих. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил. Оно будет судить его в последний день. Иеремия, 15 глава, 1 стих. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лице моего Моисея и Самуил, душа моя не преклониться к народу сему, отгони их от лица моего. Пусть они отойдут». Матфея, 12 глава, 37 стих. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Христос Иисус верил служителям своим гостинникам только два динария и никаких других монет, только два завета, то есть Библию. И добавил, что получишь награду, если что истратишь свое сверхверенного, то есть потрудишься в истолковании Библии. У апостолов была четкая программа нести Слово Божие всюду и везде. И проповедь их, как шум от многих, наполнила Вселенную. 2 Тимофея, 4 глава, 2 стих. «Проповедуй Слово, настой, во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Сегодня в православии нет практически ни одного полноценного служителя Слова. Все хотят быть служителями алтаря, шить одежды широкими рукавами и как стеной отгородиться от народа. Римлян 10 г. 12 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. О, если бы священники помнили эти слова ежедневно и ежечасно, но никогда на Руси эти слова не имели хождения в народе. Из пяти органов чувств Бог избрал слух. Через слух совершилось грехопадение Евы, через слух благую весть отсущего приняла Дева Мария, и Церковь Христова была образована через проповедь, через служение Слова. Слово священнодействия сегодня относят ко всему, что совершается в алтаре. В Церкви священниками и архиереями к тому, что действует в основном на зрение, обаяние, вкус и осязание. А если касается слуха, то речь идет о театральных руладах наемных безбожных певцов. Но вера от слышания, и не просто слышание чего-то, но Слово Божие, то есть Слово Духа Святаго, запечатленных в вечной книге Библии. И это проповедь Библии. Кто бы ни нес ее, и где бы ни свидетельствовало Христе, есть великое священнодействие, Слово Божественный высев. Осия 4 глава 6 стих. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мной. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Римлянам 15 глава 16 стих. Быть служителями Иисуса Христа у язычников, и совершать священнодействие благовестования Божия, дабы сие приношения язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Если священники отвергают живую проповедь и не упражняются в ней, то согласно Слову Божию, эти вышесказанные, этих вышесказанных слов, за то, что они отвергли священнодействие, служение Слова Бог давно отверг их от священнодействия Кадила. Малахия 2 глава 2 стих. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Солов, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Нарисуем себе картину прошлого и настоящего. Стоят бедные рыбаки на берегу реки. У них рваные сети. И это все их достояние. И не было даже двух одежд. У апостола Павла был плащ, то есть филон. Это никакая не священная одежда. И Бог дает им инструкцию на всю их оставшуюся жизнь, которая благословлена до кончины мира. И ничего более он им не наказал. И это прямое повеление они усвоили без всяких семинарий и академий. Марк 16 главный астестик. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И они сразу же пошли на вселенскую проповедь. Иоанна 21 главный астерий стих. Ты иди за мной. Если это повеление воскресшего Иисуса достигнет ушей сегодняшних пастырей православных, то они не смогут сделать ни одного шага, чтобы выполнить его без предварительных условий. В первую очередь они потребуют храм. И обязательно с куполами и колоколами. Все они превратятся в мертвые пни. И будут стоять и собирать средства на строительство храма. Это как раз и говорит, что со Христом они не встречались и повеления его не слышали. Допустим, благодаря их связям с коммерческими и безбожными властями этот храм откроют и зарегистрируют через одну минуту. Они сразу же продвигают другое условие. Нам нужны иконы, роспись, а еще лучше откровение о явлении какой-нибудь иконы, как у Святогорского монастыря при могиле Пушкина в блаженном отрыве Тимофея. Это место явления иконы и обозначает, где быть храмом. Нам сразу же нужны будут кадила, свечи, ризы, типиконы и прочее, и прочее, полный реестр сегодняшних оборудований храма. Повеление Божие еще и не началось выполняться, идите по всему миру. Все делается пока только для того, чтобы закрепить свое стояние на одном месте, превращение в столбников с больными ногами. Быть служителями слова и нести его миру, эту заповедь Божию в России услышали едва ли 10 человек за 10 столетий. Стефан Пермский, Иннокентий Московский, Николай Японский, Макарий Глухарев и их помощники. Все остальное, что было на территории России от первого Владимира до сегодняшнего Владимира, не евангельский путь, не послов Божьих храмы и все необходимое для богослужения должно появляться после обращения людей, после живой проповеди. А этого не было, нет и, похоже, никогда не будет. Потому что Библия у православных позабытая и заброшенная книга. И все, что люди делают не по Библии, есть свидетельства их глупости, невозрожденности, плоды суемудрого ума. Да, современные православные пастыри не два слова или четыре добавили к повелению Божию, но полностью скрыли Слово Божие, восстали против благодати призывающей, против благодати обращающей, пытаясь все сконцентрировать на благодати освящающей. А это есть не просто не евангельский путь, а антиевангельский. Ни в какое Царство Небесное не вводящий. Путь в Царство Божие один, это Христос и Слово Божие. Иван Гелетан, 14 глава 6 стих. Иисус сказал Ему, «Я и с ним путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И что, дальше? Наверное, хватит. Тут еще много. Я думаю, достаточно. Да, у всех Христос. Сколько же еще? Господи, дай нам уши слышать Слово Святое. Я думаю, сегодняшние слова, которые мы услышали, они должны не только войти в наши уши, но и в наши сердца, дабы мы всегда имели Библию у себя перед глазами. Да не отходит ни госия. Говорит нам апостол. А если мы отвергаем Слово Божие, если мы отвергаем Библию, то что дальше грозит нам? Что только что вы слышали страшное? И Господь отвергнет нас. И кто не хочет заходить сюда, слышать это Слово, они уже отвергают. Кто не остается на занятиях, по неуважительным причинам особенно, тот тоже отвергает. Общение. Отвергает Слово Божие, отвергает изучение Его. Ибо апостол Павел своему любимому ученику Тимофею говорит, «Вникай в себя и учение», то есть в Библию. «Ванимайся с Ним постоянно, ибо так поступая, спасешь себя и слушающих тебя». Страшно быть отвергнутым Богом. В общине нашей особенно действует этот персонаж, который желает погибели в душе каждого из нас. потому что, чем ближе мы к истине, тем более Его активность проявляется. и бойся, чтобы не упасть, если ты стоишь, если ты еще не наклонился. «Постоянно нудить себя нужно», говорит нам постоянно апостол, наш наставник, отец наш духовный. Отец Суякин говорит о том, что мы постоянно нудили, то есть заставляли себя, заставляли проявлять любовь к ближнему, заставляли себя изучать Священное Писание. И когда мы ближе друг к другу будем, тогда и будет проявление любви Божьей в нас. А если нет любви, тогда мы что? Пустой? Медь. Да, медь звенящая. Так что, долюбим мы друг друга, как нам Господь заповедовал. Долюбите друг друга. Не любите, долюбите, а долюбите. Долюбите друг друга, именно долюбите друг друга. То есть это вот... Суну ошибся. Да, ошибся, правильно. Спаси Христос, сестра. Ну и о болящих. О брате Сергея из Воронежа, его маме Татьяне, постоянно помните, не сидите на молитве. О Валерии. Валерии. Муже. Мирон, малыш. Мирон, малыш, продолжает молиться. Брат Андрей еще не совсем выздоровел, хоть он и здесь пришел, но говорит, что не совсем выздоровел. Так что молитесь, чтобы Господь висклилит. Ну и Татьяна Кузьминична дальше. Любовь Петровна, увезли вчера в кардиоцентр, в реанимацию. Помоги Господи, надо посетить ее. Мы знаем, что вот с ней... Позвонить, куда посетить. Ну узнать надо, если возможно, то посетить. И Коля сегодня утром Лена позвонила, Коля заболела, у нее температура. Обычно где-то на картошку, на Раштуле ездили с ними, и она добавила, наверное, себе еще. Костя вот вернулся, я уже слава богу. Путешествую, путешествующий, а вот он. Ну и слава богу, аллилуйя. Ну вот еще хотел, Игнарий Тихонович присылал черноплодку. Вот кому все уже раздали. А осталось еще ведерко, надо Нелли Алексеевне увезти. Вот кто увезет? Пожалуйста, ее долго нельзя. Я думала, Татьяна Александровна, что-то не увезет. Кто увезет? А надо ее сюда увезти. И еще у меня такое напоминание. Вот сегодня брат Сиростян сказал, что воскресенье, служба у нас все. Это будет последняя служба у нас на 5 часов. После креста воздвижения у нас будет с 4. Батюшка уже объявлял так. Вот. И не забудьте, что 26 и 27 у нас праздник. Креста воздвижения. Батюшка приезжает. Вечером 26 будет служба у нас. В 5, да? Да. В 5 часов. И утром будет литургия 27-го. С батюшкой приезжайте. А то батюшка такую дает. Приедет нам все, а мы придем. Три человека. Да, понятно. Пожалуйста, приходи. Воленька, придешь? Придем. Приходи. Ну, как-то отпраздитесь. Как-то можно. И можно что-нибудь принести. И будет у нас застолье, как всегда. Нужно. Трапеза. Да. То, что... Застолье. Простите. У нас то, что принесет. Ну, застолье будет трапеза. Правильно, застолье это. Синоним трапезы. Да, по-моему же. Трапеза. Можно что-то? Да. Так, я хотел поднять вопрос о семье Игоря Тритикова. Короче, вот, меня это уже достало все. Три месяца его нету, он не отвечает на звонки. Я ему звоню. Причем сказали мне, что они где-то далеко, там телефоны не проходят. Короче, там позвонить нельзя. Тут надо было позвонить Юле. Ей что-то попросили сестры Марину позвонить. Я говорю, так не дозвониться же, я говорю, никак. Она говорит, ну я попробую. Она звонит и тут же уже разговаривает с ней. Я говорю, как так? Это что такое? Это вот недавно было. Я говорю, что это такое? Я говорю, звоню Игор, мне там рассказывают сказки, что они где-то там в Тьму-Таракане на Северном полюсе. А целой семьи нету, пропало. Три месяца. У нас в общине еще такого не было ни разу. У нас уже до такой степени пошло, что люди за границу едут и просят помолиться. Почему? Ну, потому что это как здравствуйте уже стало. Раньше стеснялись, там думали, там скажут, вот они там на милости надо все, книги покупать. Сейчас уже как бы устаканилось это все дело, успокоилось. А здесь говорят, он работает. Так если работает, скажи где? Никто не говорит. Нельзя говорить. Почему? Джон, шпионом работает в Америке что ли? Или что? Это он от Равинской полей? А мы не знаем бедное. И дело все дошло до того, что, что это, дело все дошло до того, что, скорее всего, ну, такие вот разумения, что это связано с Московской патриархией. Потому что вот так вот пропадают люди только в Московскую патриархию. Они туда как в черную дыру, врумк, а назад уже не всплывают. Почему? Стыдно. Ну, я понимаю, конечно, Союз говорит об этом. Его видели недавно. Сказали, что он где-то в Туракане. Надя его видела. Правильно я говорю? Во вторник я их с юной видела. Видела, они с юной ходят по городу Барнауглу. Ничего, не в черной дыре они. Я звоню ему, он не отвечает. Не отвечает. Он не то, что там не отвечает. Вам абонент не отвечает. И все. Это ж надо до конца или поехать к нему. Да, поехать. Ну, к нему домой, позвонить туда. И все, вот он стоит перед тобой, как лист перед травой. А что еще делать? Как? Ну, представьте, семья пропала. И все такие спокойные. Ну, пропала и пропала. Да такого не было. Галина семья не пропадала. Даже Саша нам, родной у нее. Брат уехал. Позвонил, рассказал. Так и так, надо молиться. Потому что все-таки мусульманская страна. Звоним. Брат, он ездит где-то. Тоже мы знаем, что он ездит. Потому что у него тут жена. Всегда. Она говорит, он в поездке. Ну все, молимся. Ну, кто еще мог пропасть? Сейчас Лена только одна пропала. Ну, хоть отец есть. Мы знаем, что она живая. Но что-то не ходит. Брат заболел горло у него, Андрей. Он как перст один где-то сидит, как этот гриб-боровичок такой плотный. И все равно мы знаем, что он живой и здоровый. Попросишь его, он не отказывает никогда. Давайте молиться всем вместе, чтобы это тайно всплыло. Поговорил с этой, где Любовь? Вот она, Любовь Николаевна. Мама, она говорит так, не трогайте их, они взрослые, и говорит так, они со мной не общаются. Я говорю, как так они не общаются? Дочь родная, ну, зять тоже, он тоже как родной уже получается. И они не общаются с матерью. Это что такое получается? Бывает такая ситуация. Значит, это ненормально. Будем молиться, у нас это супер ненормально, не просто ненормально. Спасибо, Христос. В общем, братья и сестры, я предлагаю пока не не поднимать шума, не поднимать в том плане, чтобы вот эти пересуды не были раньше неизвестности. То есть все неизвестно, что там, как. Поэтому давайте мы вот, если увидим их, услышим, тогда будет другое дело. Тогда мы будем уже говорить более конкретно, предметно. А сейчас я понял, короче, перебывание не нужно. Все. Одно только. Я не разговаривала с ними, я просто видела. Просто видела в городе во вторник, они на машине с Юлей ехали, но если бы они на меня посмотрели, я бы им помахала, но они, ну, прямо смотрели по движению. Виделось вот, прямо вот так. А может, это уже призок просто и сегодня утром Игорь позвонил, и он сказал, что не надо поднимать бучу, что я звонила Игорю. Я говорю, я Игорю не звонила, я Марине сказала, я видела Третьяков. Игорь тебе позвонил? Да, он мне утром позвонил, сказал пока, что ничего не поднимать, но я думала, что он придет, он придет и все сам расскажет. Он мне в МПС сказал и сам все расскажет. Все еще есть что-то? Ну да, я хотела спросить, они были в городе, но он мне сказал, вот в городе. Будем молиться, чтобы Господь все устроил. Какого результата? Он придет и расскажет. Результат один. Результат один. Надо было три месяца назад позвонить ей. Хватит перебивать, перестаньте это делать. Надо было позвонить три месяца назад и сказать это Наде хотя бы. Мы не в Московской Патриархии, просто мы в нас не будем. Что мы будем из пустого перепутать? Что это делается тогда, когда я поднял вчера вопрос, и вы позвонили им, и они узнали об этом. Иначе как бы они узнали? Правильно я говорю? Дальше мы будем переливать из пустого в порожнее. Ничего не знаем и будем сейчас бучу поднимать. Пока я бучу вчера не поднял, никто не звонил Наде. Я вчера поднял ее. Спасибо, Христос. Я специально поднял бучу. Я говорю вам как на духу перед Господом. Я специально думаю, сейчас боль разведу, а пускай там дальше что-то будет. Я так понимаю. Я так говорю. Это всегда. Первое, роптание. Потом, таинственность. Тут супер таинственность уже. И дальше побег. Все. И к нам придет фантом уже, а не Игорь Третьяков. И вот это вот что? Подождите, дождитесь, какой-то там будет. Ничего не будет. Это все уже было у нас. 63 побега. И будет еще 4. Игорь Третьякова. Еще у кого-то. С Крифолином. А нету. Птичь. Игорь Третьякова. Игорь Третьякова. Конечно, они смотрят. Да, конечно, брат. Игорь Третьякова. Да вот, брат Сергей, игорь Третьякова. Вот такой. В одной был. В другой церкви был. И причем никто ничего, никакой правды не может говорить. Даже страшно. Я еще один вопрос задам. Любовь Николаевна, вы только скажите, придут или нет. Если нет, так нет. Мы не будем вопросов больше поднимать. А то вопросы-то поднимаются и поднимаются. Вы говорите, подождите, они придут, расскажут. Да уже четвертый месяц пошел. Слово Сергею. Я еще один вопрос хотел поднять о семье Дробот. Ага. У меня есть такая информация, что приезжала комиссия которая следит за благополучием у детей. Так ли это? А где Иннафа? Она же взрослая. Она не болела. А ты за ней? Иннафа заболела, но как сказать. Меня тогда не было, когда приезжала якобы комиссия, но дело в том, что она к нам в дом не заходила. Они просто приехали, стояли возле дома, Иннафа так и подошла. Они спросили, кто-нибудь дома есть взрослых? А Инна говорит нет. Они так постояли, постали и уехали. Так она сама взрослая, у нее 18 лет. Это было сразу после похорон. Нету 18 лет? Это давно уже было. А, еще нет. Сережа, это давно было. Приезжали после похорон, потому что знали, мама умерла, спросили, кто занимается продуктами, кто занимается в семье, папа работает или нет. Я не сказала, да, работает. Они даже в ограду не зашли. Сказали, все, им нужно вот, ну, галочку поставить, да, что семья, вот, все в порядке, и уехали. Это было уже очень, ну, сразу после похорон. Ну, да, да, да. Одни галочку такую поставят, что потом в дроби. Никого больше не было после этого. Да. Ну, коли они один раз пришли, то... Придут второй. То они могут прийти и второй раз, и прийти именно вовремя. Госпроверяев, ну, шокте. Андрей может быть тяжелый. Вот, и я этот вопрос поднимал еще, когда Настя была жива, и Андрей здесь был, что детей могут забрать отца или лишить родительских прав. Ну, что-то немного нужно. Решить его не могут. Кому они не могут? Это очень сложно. Это сложно, ваказы. Это через суток. Ну, так рассуждать. Как-то праздник. Неплохо говорить, что тут такого? Если так рассуждать, что дети никому не нужны, значит, они нам нужны. Вы почему не были у Ваня в прошлой раз? Да, в прошлой раз не было же их. Почему? Кому? Вас не было прошло. Мы были в храме во власти. Нет. Проспали. Яня мне написала, что они проспали, и они поехали в... Ну, как, не знаю. Я насчет этого не знаю. Я просто помню то, что меня оставили дома, потому что я уже измотался тогда. У меня была первая неделя. Я домой буквально приполз. Я там уже... В какой день ты приполз? Со школы. Со школы, с колледжа. В какой день приполз? Я в пятницу приполз. Вечером? В субботу, да. Так, в субботу я помогал по дому ребятам. Так, а в воскресенье меня решили оставить, чтобы, как сказать... Чтобы я отдохнул и уже с новыми силами ехал снова. Ну, а ребята должны были поехать. Я помню то, что вот просыпаюсь, смотрю на часы. 6.00... Это... 6.03. Такой поднимаюсь, стою, смотрю. Неса на кровати нету. Ложусь обратно. Просыпаюсь, открою глаза, слышу. Неса сверху сопит. Я такой... Встаю, поднимаюсь, смотрю. Неса на своей кровати. Я потом... Потом уже... Когда уже совсем расцвело, я кинаюсь, только подхожу, говорю, что случилось? Он говорит, проспали. В общем, побежали на остановку, прибежали. Автобус ждали, ждали. Час нету. Полтора. Ну, в общем, проспали здесь, ездили. Ну, в общем, мама, просто... Нужно бодрость от него, призываем вас бодрость от него. Призываем вас бодрость от него. Отец, Сергей, да. Попаду, мать. Вот, ну и еще... Отец чего, разбудит, что ли? Он сам спит. Когда Настя еще жива, она общалась в интернет... Сергей... Ой, Станислав Юрьевич, да? Зовут мужчина. Он с Кургана, и он... Она... как бы... заповедовала ему, завещала... Просила. Просила после ее смерти опекать Ивана. Вот, и он... Звонит вам часто, да? Общается. Я сейчас с ним имею общение. Надежда Дмуха дала его телефон. И он... У него такое горячее желание стать членом нашей общины. Значит, Станислав Юрьевич, молитесь о нем. Вот. Он помогает... Сколько лет ему? Финансово. Я не знаю, сколько ему лет, ну, мне, наверное, сорок-пятьдесят, да, сорок-три года. Женатый? Семья есть? Вот. Он почти каждый день мне звонит, переживает. Он за Ваню как, значит, сделал ему подарок, трехтомник Нового Завета, перечислил деньги с условием, чтобы ты считал каждый день. Вот. Отдельный, чтобы у него было. Каждый день. Санапау сказать. Вот. Но он бреется, и хочет приехать тоже в Потеряевку. Просил меня, значит, быть его ходотаймливым. Как могу я тебя знать, не знаю, ты бреешься. Но там в октябре может быть, приедет Барнаук. Вот. Так человек расположенный, хороший. Понятно. Ну, спасибо, Христос. Ваня, расскажи, как учеба? Ну, как? Как устраивался с жильем? С жильем устраивался нормально, только соседи у меня мерзкие до жути. Ну, понятно. А ты что думал, обращай? Вообще. Такая... А ты думал, когда я вам тут рассказываю, что... Заживайте вокруг. Бывает, не знаю, самое главное. Я это думал, что раньше, что... Ну, блин, парни и парни не курят, а потом начал играть. Курят и пьют, и все. Ты у нас как обычная. А самое главное, вот этот сосед мой, который по комнате, Виталий, он третий курс, ему уже 19 лет. Вот он их всех сводит. Собращает. Собращает. Он с ними уже устраивали гулянки, пьянки. По среди ночи так просто смотрю, он это говорит. А они в тайне. Они сидят тихонечко. Она, если бы знала, она бы их уже лет сто назад погнала всех. А ему это рассказать, если он расскажет, то... Тебе баня дадут. Потом, да, баня будет. Ну, это начало пути. Все не слышал? Да, поверьте, эта история, как сказать, повторяется. Их они скоро сами повылетают, если такие летают, по-моему, будут. Ну, конечно. У нас уже вот в группе, если судите о группе, группа 28 человек. Сразу можно выписать, потому что три человека, самое главное, все только парень. Сразу можно уже выписать на то, что они вылетят через пару месяцев. Потому что уже есть те, кто двойки получает, уже капитально двойки получают, чисто сидят, списывают, оказывается, еще и курят, пьют, и даже некоторые кое-что посильнее употребляют. Погуливают. Погуливают. Что, наркотики? Колеса всякие? Да. Деньги не просят у тебя? Нет. Нет? Нет. Самое главное, у нас полно девчонок. Это ужас. Но самое главное. Но дело... Училище полно девчонок. Нет, у меня в классе. У нас получается из 28 человек у нас, по-моему, около 20 девчонок, а все остальные парни. Ну, тебе повезло, можно ли? 8 человек и 20 девчонок. У нас девчонок более дисциплинированных. У нас девчонок более дисциплинированных. Они такие есть. Делаются такой вот кучкой, они, девчонки, не все. Только староста у нас будет. Конечно, есть учеба. Староста у нас девчонка мелкая вот такая, до того злобная. Но они такие есть. Она еще и петь такая. Учеба нравится? Да, учеба, да. Ничего трудного нет. Преподают нормально. С интересом преподают. Ну, как, у нас самый веселый, это у нас учитель по-обоже. Самый веселый. А все остальные, это не очень. У тебя, да, нету, властей. У меня четырех пятерки. У нас пока не весь комплекс. Ну, это еще парень. Ну, это самый веселый у нас имена учителя по-обоже. Убоже. Это было безопасно. Но... Спасибо, Христос. Ваня, а... Слушаем, это дело по телевину. Я хочу сказать, Ваня, тут только твоя вера и твое упование на Господа. Мы это все прошли. Это было. Работали в обществе таких и среди женщин, и среди мужчин. И вот, когда я работала на заводе, они на обед все тут собирались. По ходу работы некогда было, говорить. Ну, когда обед, они всегда собирались. Собирались в том месте, где работала я. Они сразу говорили, Алка, уходи отсюда, мы сейчас материться будем. Ну, они уважительно уже относились к этому человеку, чтобы не слышал человек, матерков, правильно. Главное, никогда не участвуй ни в каких спорах. Если даже ты знаешь, что это истина, они там спорят, аж уши горят. Никогда туда не подходи. Это свора, настоящая собака. Они обязательно укусят. Девочкам никаких вниманий не оказывай. Они там будут вокруг ходить, и ты никакого внимания, никому не оказывай внимания. Тогда проскочишь это дело. Только кому-то внимание окажешь, там от парнишки какого-нибудь или от целой группы получишь по шарабанам. И еще там девчата что-нибудь там напридумывают на тебя. И будешь ходить, вечно окривет она. А тебе нужно отучиться просто, и все, понял? Да, ты туда приехал учить. И бабушке, ничего не говори про них. Ну, про этих, то, что они там гуляют. Если будут физические какие-то воздействия на тебя, что-нибудь такое, тогда надо сразу в полицию. Еще насчет физического. В общем, вот этот Виталик, который мой сосед, он намного ниже меня ростом, и мои соседи тоже намного ниже меня ростом. Только один. Второй сосед, он... Они же вместе соберутся. Да, конечно. Они трусливые по одному. Это правда. Не смотри, эти молитвы. Нет, даже если вместе они вряд ли... Ну, вот ты с ними веди ровно... Ты с ними по учебе веди ровную жизнь. Ровную жизнь. Да я с ними вообще по сути-то не общаюсь. Покажи, что ты постишься обязательно. Не ешь скоромную пищу, когда будет. И молись, молиться не стесняйся. Когда там, конечно, учеба и так далее, не надо там сильно вставать там и... Афиши... Я думал, я пророк, по-моему, Бога. Ну, креститься можно спокойно, ничего страшного. Нет, вот сидишь, перекрестился, помолись про себя. Про себя молились святые, так что ничего страшного. Вообще, чтобы вообще никто не знал. Вот тогда будет толпа. Толпа ранее, как вы знаете, а за них вставало много. Тайна, да. Тайна, я не тайна молилась. Это тайна, потому что была советская власть. Это там тайна. У меня там 30 человек в столовой. Я захожу спокойно, перекрестился, 3 поклонно сделал, прям в столовой. Они ходят мимо меня, вот так, с чашками, с этими ложками. У меня спокойно перекрестился. А там зэки уже, где-то клейма ставят. Ну, ты большой, а там они по-другому. Кто по-другому? Ну, у вас мальчишки не по-другому. Да нет, это при социализме было все уже. А сейчас там уже спокойно. Сейчас ничего, никто внимания не обратят. Посмеются просто. Смотри, сейчас так чуть-чуть, и все, и все, и забудут. Забудут. Так, помним семью дробот. Колимся. Да поможет им Господь протестить испытания. А болячих мы всех помнили, да? Еще у кого есть слово? Путешествующий вчера был у нас здесь брат Сергий. Сергий, да. Да, из... Игна... Из Углидара. Из Углидара. Как Углидара? Углидара, да. Углидара, да. Ну, с Донецкой. Не Донецкой. Близь Донецка. Путешествующий. Молитесь о путешествующих. Ну, и еще не забывайте, что по скайпу ведутся занятия. Ведет их Виктор Савченко до 10 октября. Мы с Игнать Тихоничем подключимся. Так что у кого есть интернет, милости просим. Через меня выходите. Ну, и сегодня... Сегодня будут занятия вечера. Сегодня праздник в Потеряевке. Так что молимся, чтобы Господь... Все там... Подобно, чтобы все там прошло благополучно. Чтобы все присутствующие гости были довольны. Поехали. На занятия оставайтесь все. Ну, и сейчас у нас по-прежнему плану чеснопение, трапеза, занятия. Молимся. Ставая стойная всякого истину, блажите Тя Богородицу, признавлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без сомнения, Бога, Слова, Родшую.